Саламастама, Курметте, Утандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я прошу прощения, у нас технические проблемы были с Инстаграм, и непонятна причина, почему не работает. Я сегодня хотел бы затронуть очень важный момент и озвучить, что действующий карантин в нашей стране противоречит Конституции и законам страны. По сути дела, мы можем уверенно сказать, я уверен, что многие юристы в нашей стране подтвердят, что нынешний формат карантина, он незаконный, он требует немедленной отмены. Генеральная прокуратура должна немедленно среагировать. Наши граждане могут не подчиняться требованиям так называемого карантина, потому что он является незаконным. Это сразу я хочу на берегу объявить. Итак, в чем причина? Уважаемые друзья, я сейчас хочу сослаться на ряд статей Конституции, чтобы вы понимали, что выплата суммы 42 500 тенге появилась не случайно. Не случайно именно правительство опиралось на некие нормативные акты в случае, если завтра наши граждане будут подавать суды, требовать какой-то компенсации. И именно по этой причине озвучивалось, что правительство будет выплачивать минимальную заработную плату определенным категориям наших граждан. Ну давайте мы сначала озвучим логику принятия того или иного нарушения со стороны правительства. Как вы помните, Хасмужем Артакаев объявил режим чрезвычайного положения. И после этого были объявлены тельные карантинные меры. Я хочу объяснить, в каком формате это все происходило. Дело в том, что есть статья 39 Конституции Казахстана, который звучит так. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами. В полной мере и в массовом порядке права и свободы могут быть ограничены в случае введения режима ЧП. Это написано в статье 39 Конституции. Его очень важно процитировать, чтобы вы понимали, что мы действуем и выстраиваем логическую цепочку на основе действующего законодательства. И президент страны, любые другие государственные органы должны руководствовать только законами страны и только Конституцией. Других механизмов реализации и принятия того или иного решения не существует. Итак, в полной мере и в массовом порядке применяется ограничение свободы в случае введения ЧП. Именно поэтому был введен режим ЧП, блокпосты и разные мероприятия под названием карантин. Здесь в Конституции написано, что любые ограничения прав и свобод в рамках мер, принимаемые для защиты населения, я подчеркиваю, для защиты населения, должны быть законными, необходимыми и соразмерными. Черезчайное положение должно быть ограничено по времени, а любые ограничения прав и свобод должны учитывать непропорциональные последствия для отдельной категории населения и маргинализированных групп. То есть режим ограничения может быть примененен только в случае введения черезчайного положения. Если черезчайное положение отменено, то далее те мероприятия или те действия со стороны правительства со ссылкой на режим карантина, они являются незаконными. Дело в том, что тут правительство ссылается на кодекс о здоровье народа и системы здравоохранения. 10 мая было объявлено, что режима ЧП нет и было заявлено, что теперь действует карантин. И вы, конечно же, утром увидев, что блокпосты стоят, что действуют те же самые ограничения, не могли понять, а в чем же причина, чем отличается режим черезчайного положения от карантина. Так вот, я хочу сказать следующее. Давайте мы сначала пройдемся по режиму черезчайного положения. Итак, по Конституции какие права есть у человека? Например, возьмем норму статьи 21. Норма статьи 21 Конституции Казахстана предполагает, что вы имеете право свободно передвигаться по всей территории страны, выбираете свободное место жительства, кроме случаев оговоренных законов. Законов это не оговорено. Дальше. Каждый имеет право выезжать за пределы республик Казахстана. Граждане республики имеют право беспрепятственного возвращения в республику. На данный момент режим ЧП отменено, и право свободы передвижения, оно у вас автоматически восстановлено, и нынешний режим карантина не может вам препятствовать свободно перемещаться по всей стране в соответствии Конституции нашей страны статьи 21. Дальше. Статья 24. Предполагается, что вы имеете право на труд. Свободный выбор рода деятельности и профессии. И принудительный труд допускается только по приговору суда, либо в условиях червячайного или военного положения. То есть, сейчас червячайного военного положения нет, значит у вас есть право на труд, и вы имеете право свободно перемещаться. Значит, правительство не может ограничивать вашу свободу перемещения, во-первых. Не может ограничивать ваше право на труд, не может закрывать тотально магазины, рестораны и все прочее. Это все написано в Конституции. Дальше. Статья 27. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, например. То есть, все взаимоотношения сторон, опять же, связанные с сохранением семьи, брака, отцовства и все прочее, они все регулируются Конституцией. И, кстати говоря, здесь невозможно прививать принудительно во время эпидемии детей, например. Опять же, нет закона ЧП, то есть положения ЧП, точнее говоря. И теперь очень важный момент. Откуда взялась сумма 42 500 тенгеев? Статья 28. Уважаемые друзья, обратите внимание. Многие из вас, в общем, говорят, что власти отменили ЧП, но оставили режим карантина для того, чтобы не платить какое-то пособие со стороны государства. Вы правы, единственное, вы должны знать, какие нормы Конституции это регулирует. Итак, статья 28 Конституции говорит следующее, что гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту в случае болезни и инвалидности, потери кормильца и по иным законам основаниям. Обратите внимание, то есть, когда вводится режим ЧП, по сути дела, вы не получали какого-либо дохода. А со статьей, связанной с статьей Конституции 28, государство обязано вам гарантировать минимальный размер заработной платы и пенсии. То есть, фактически, когда государство объявило, что вводится режим ЧП, в соответствии с Конституцией статьи 28, все граждане страны должны были быть обеспечены минимальной заработной платой, в том числе те, которые числятся самозанятыми, безработными, домохозяйками, которые не имеют никакого дохода. То есть, это статья 28, прямо говорит, что государство обязано было выплачивать минимальную заработную плату. Обязано. Понимаете? И поэтому это о чем говорит? О том, что когда избирательно было объявлено, что правительство будет выплачивать 42 500 тенге определенным категориям граждан, а некоторым не будет платить, это прямое нарушение статьи 28. И вы понимаете, что юристы правительства отлично это знали, понимали. И чтобы, что называется, минимизировать возможные потери, иски и так далее, они стали выплачивать 42 500 тенге определенным категориям. В надежде, что остальная часть неграмотная, не знает свои права, не знает Конституцию. И, соответственно, со стороны этих граждан не будет никаких проблем. То есть, правительство просто их будет посылать, грубо говоря. Говорят, что вы заплатите единый совокупный платеж, 2600 тенге, тогда мы вам заплатим, потом и это отменили. Все это противоречит статье 28 Конституции Казахстана. Более того, теперь вы должны понимать, почему правительство решило заплатить не 50 тысяч тенге, не более, а именно ровно 42 500 тенге, потому что в соответствии с Конституцией говорится, что государство должно гарантировать минимальный размер заработной платы. Понимаете, откуда взялась сумма 42 500 тенге? И, соответственно, когда говорится о том, что любые ограничения должны быть соразмерными, законными, и они, в первую очередь, принимаются для защиты интересов населения, и, соответственно, чрезвычайное положение вводится на ограниченный срок. Вот, собственно, этот режим закончился. Теперь правительство ссылается на карантин. Давайте поймем, что такое карантин. Так вот, когда ты читаешь нормативные документы, на что опирается правительство, то есть ты поражаешься, насколько можно действовать незаконно, безнаказанно, и при этом эта система, получается, работает, все силовые структуры, полиция, другие какие-то надзирающие органы, они все продолжают эту линию гнуть на основе, обратить внимание, решения главного санитарного врача. То есть, какой-то главный санитарный врач, получается, дает команду кому? Армии, полиции, местным исполнительным органам. И, по сути дела, судебной системе нашей страны, потому что суды начинают штрафовать в случае, если кто-либо как бы нарушает карантин, условия карантина, получается, что какой-то главный санитарный врач подчиняет всю страну. Вы же понимаете, что такое в мирное время невозможно. Вообще, в мирное время, в принципе, невозможно, в военное время тоже невозможно. В военное время действует режим чрезвычайное положение, и каким образом действует, какой срок, это четко говорено. Действует в каждом регионе специальная чрезвычайная межведомственная комиссия, это в законе оговорено. И теперь представьте себе, что раз ЧП режим отменен, каким образом страна может действовать на основании приказа какого-то главного санитарного врача. Вы же понимаете, это просто противоречило логике, поэтому многие из вас возмущались и говорили, как же так? ЧП отменили, остался карантин, а ничего не поменялось. Вы очень правильно думали. Потому что это, в принципе, невозможно, даже по действующему законодательству страны. Дело в том, что правительство ссылается на кодекс о здоровье народа и системы здравоохранения. Интересно, что 6 мая министр Бертанов подписывает приказ, которым описывает разные ограничительные мероприятия, связанные даже возможностью вмешательства в частную или предпринимательскую любую другую жизнь. Представьте себе, что министр такое правило подписывает. 7 мая оно регистрирует, 7 мая, четверг. В воскресенье 10 мая Такаев заявляет о том, что режим ЧП завершается и 11 только режим карантина. Так вот, уважаемые друзья, есть закон и, соответственно, нормы статьи, которые описывают, каким образом действует карантин. Ну, во-первых, карантин применяется в виде ограничительных мероприятий, когда возникают различные инфекционные заболевания или угроза возникновения эпидемии. Есть порядок, который описывает. И в этом порядке, если вы посмотрите статью 150, например, пункт 3, говорится о неких ограничительных мероприятиях. Вот я читаю, пункт 3. Ограничительные мероприятия, в том числе и карантин, на отдельных объектах, обратите внимание, я акцентирую на норму закона и пункт 3. На отдельных объектах вводится, отменяется решением главного государственного санитарного врача на соответствующей территории или его заместителя, а также в ведомственных объектах, руководителями структурных подразделений или иных государственных органах, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической благополучия страны. То есть, обратите внимание, на отдельных объектах. А что мы имеем на практике? То есть, масштабные, тотальные запреты, в принципе, закрываются предприятия, закрываются кафе-рестораны, закрываются парикмахерские. Тотально, масштабно, по всей стране, единым приказом главного санитарного врача. При этом нарушаются все основные статьи Конституции Республики Казахстан, которые четко озвучивают, что любые такие ограничения возможны только в период введения чревечайного положения, а именно, право на труд, право на свободу передвижения. Ну и здесь вообще огромное количество прав, которые, по сути дела, одним только приказом министра здравоохранения, который эти права передал главному санитарному врачу, осуществляется масштабные карательные действия. То есть, понимаете, да? То есть, это получается, наша медицина, как инструмент карательный, в руках государства, начинает действовать так, что присваивает функции практически все государственные органы страны, судебной системы, правоохранительной, то есть, все абсолютно, как может исполнительная власть подчиняться какому-то санитарному врачу, на основании приказа министра здравоохранения. Вы понимаете, да? То есть, это просто прямо противоречит Конституции страны, законом. В законе четко оговаривается, что отдельные объекты, а не вся страна. В законе не говорится, что у санитарного врача есть право в городах устанавливать блокпосты, останавливать тотальные машины, останавливать деятельность вообще всех предприятий страны, приказом вводить какие-то ограничения. Нет такого в законе вообще. Нет таких прав. Особенно нет таких прав, именно, когда отсутствует ЧП. Вот простой вывод. Я не стану вас грузить всеми деталями, но я вам говорю, что основные статьи Конституции, первая, статья 39, предполагает, что ограничение возможно только в период введения ЧП. Все, больше никаких механизмов нет. Период ЧП закончился. Карантин предполагает введение на отдельных объектах. Нет возможности соответствующие решения санитарного врача принимать такие, которые останавливают деятельность в масштабах всей страны, деятельность предприятий, свободу перемещения внутри, такие за пределы нашей страны. То есть наши граждане лишены всех этих конституционных прав. Конечно, вы меня спросите, а как же происходит в других странах, во Франции, в Италии и так далее. Я хочу вам сказать, все действия, которые предпринимаются в этих странах, они строго, строго и строго работают на основе как Конституции, так и законов страны. Вы видели в Израиле, например, что когда был режим карантина, люди выходили на митинг, их никто право не отнимал. Они просто соблюдали дистанцию. Мы видели протестующих против введения режима карантина и вообще какие-то другие протесты в Германии, в других странах. То есть вы видите, что в мире, в нормальных странах такого нет. А здесь нас, получается, ограничивают во всем. Итак, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что действующий режим карантина является незаконным в таком формате, просто незаконным. Правительство не может, и не может главный санитарный врач, отнять право у вас работать, ходить в больницу, ходить на тои, праздновать свои дни рождения, гулять в любое время суток. То есть сейчас, по сути дела, все должно вернуться именно в тот формат, который был до введения черечайного положения. Если правительство считает, что есть угроза распространения эпидемии, то, извините, сначала должны быть приведены в соответствии с законом все нормы, которые правительство хочет применить. Необходимо внести поправки в конституцию, поправки действующего законодательства. Детально должно быть описано, кто что имеет право, но в рамках действующей конституции соответствующие приказы главного санитарного врача или региональной являются незаконными. Ну и вот сегодня я видел публикацию, что в Восточном Казахстане группа граждан подала в суд на действия санитарного врача области. Они правы, и нормы, на которые они ссылаются, безусловно правильны. Но я хочу сказать, что на самом деле действие этого приказа главного санитарного врача незаконный по всей стране. Абсолютно. И конечно же, уважаемые друзья, мы понимаем, что миллионы граждан пострадали на тот период, пока действовал этот приказ. Незаконный приказ. Вы потеряли работу, вы потеряли доходы. Кто-то из вас не попал вовремя в медицинские учреждения. Я убежден, что кто-то пострадал от того, что не мог вовремя получить медицинскую помощь. И впоследствии огромное количество и экономических, и с точки зрения сохранения здоровья, жизни и всего прочего. И сейчас у вас есть полное право не исполнять этот приказ. Второе. У вас сейчас есть возможность подавать иски против правительства. И правительство обязано возместить любой ущерб, который вы понесли за тот период, когда действовал незаконный приказ. Вам должны платить минимальную заработную плату 42 500 тенге, независимо от того, вы заплатили единый совокупный платеж, сделали 2600 тенге или нет. Это должны получить все, включая домохозяек. То есть правительство это обязано сделать. Вот, уважаемые друзья, резюме. Также правительство не может нас ограничивать в наших правах на проведении митинга, пикетов, любых других массовых мероприятий. И поэтому все ваши действия, а именно выходы на митинги, призывы в них участия, организации пикетов и других массовых мероприятий, они вполне законны, а не законны именно действия нынешнего правительства. Ну и резюмируя, что мы можем сказать? Мы резюмируем, можем сказать, что собственно, вы все эти годы понимали, здесь речь идет не только о незаконности тех или иных решениях. Здесь говорится о том, что действующая власть не имеет отношения, что Назарбаев не президент, он контролирует эту власть, мы все прекрасно это знаем. Она все время демонстрировала, что наплевала на Конституцию, но при этом они каким-то образом пытались за буквально три часа нести поправки в Конституцию, нормы закона, внешне пытались соблюдать, хотя мы и понимали, что это незаконный президент, потому что фальсификация на выборах, это незаконный парламент, потому что другие партии не допускаются для участия в политической борьбе, мы все это понимали, но здесь вы видите, это прямое нарушение Конституции, прямое нарушение законов страны, мы все должны осознать, что нами руководит бандитская мафиозная группировка, которая наплевала на законы, наплевала на Конституции, которые ими же написаны, более того, наплевали на международные договора, которые Казахстаном ратифицированы, то есть вы видите, какое бандитское государство, которое пытается все вопросы решить только силой, то есть сейчас и эти предыдущие несколько десятков лет страной руководила преступная группировка, которая попирала закон, ваши права, ваши свободы, именно поэтому мы все находимся в тяжелой экономической ситуации. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны сейчас понять, что нынешние мероприятия противоречат Конституции, закону, что нынешняя власть пытается провести тельные действия силовым путем полной противоречии Конституции и законов страны, и поэтому я думаю, что вы понимаете, что у нас сейчас широкая возможность подавать массовые иски против правительства Казахстана. Генеральная прокуратура просто обязана, просто обязана немедленно потребовать отмены этого преступного приказа. И я думаю, что различные международные правозащитные организации выслушают мою аргументацию, я безусловно еще письменный ряд серии постов напишу, мы сумеем организовать международное давление и показать, что Казахстан применяет незаконные решения силовыми методами, используя карательную медицину, пытается фактически избежать ответственности за здоровье наших граждан, за их права и свободы. Именно нарушение Конституции нашей страны нынешнее правительство не хочет выплачивать минимальную заработную плату, при том это обязательство оговорено Конституцией нашей страны. Вот собственно что я хотел сегодня озвучить. Уважаемые друзья, у вас у всех развязаны руки, можно уже действовать. Очень скоро после того, как мы увидим реакцию со стороны государства, мы объявим о проведении полномасштабного митинга. вы сейчас имеете право требовать открыть рынки, открыть ваши рабочие места. Вы можете проводить любые публичные мероприятия, существующие законы и Конституции дают вам эту возможность. Соответственно, вы можете игнорировать действия контролирующих надзорных органов, показывать нормы статьи, показывать закон Кодекс о здоровье народа, ссылаться на статью 150.3, который говорит, что карантинные мероприятия, мероприятия могут проводиться только на отдельных объектах, а не тотально по всей стране. Что называется, вот инструменты ваши в руках, я рад, что наши граждане грамотные, они это понимают, что в Восточном Казахстане пошли первые иски, и я предлагаю эти иски растиражировать везде по всей стране подавать иски в судах, завалить это правительство исками, я уверен, что такой удар они не смогут выдержать, и это решение должно быть отменено. До встречи в эфире завтра, спасибо за внимание, уважаемые друзья.